В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро! В Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамукова и представители творческой интеллигенции приняли участие в литературно-музыкальном вечере. Он был посвящен столетнему юбилею со дня рождения уникального человека, поэта из Дагестана Расула Гамзатова. Альбина Ламкова продолжит. История написания строк в бессмертной песне «Журавли» уникальна, как, впрочем, и всё творчество поэта Расула Гамзатова. Каждое слово находит отклик в сердце. В этот вечер музыкальная композиция прозвучала не раз, причём на всех языках нашей республики. «Не фини его, фини дорогу, и коня не торопись менять». Необыкновенно проникновенная поэзия и музыкальные номера на стихи дагестанского поэта Расула Гамзатова, слова которых знают все поклонники и ценители его творчества, стали лишь малой частью насыщенной программы о нём. Он воспевал героев своего времени, возвращал из небытия, доказывая, что можно жить и в этом мире так, чтобы не было стыдно за свои дела и поступки. Своим жизненным примером показал всем, как много может достичь один человек, орудие которого – поэтическое слово. На вечере делились личными воспоминаниями о нём. «Он сказал так. Знаете, мой отец, поэт Гамзатца Даса, он протоптал свою тропинку у нас в горах, в нашем ауле. И собирал, всегда шёл по этой тропинке и собирал цветы. Он собирал их в один букет. Я решил пройтись по этой тропинке. И когда я пошёл по этой тропинке отца, меня остановил мудрый старик и сказал мне, «Это тропинка твоего отца. Ты протоптай свою тропинку, собирай свои цветы и делай свой букет». Узнав, что мы первокурсец, он нам вот это посоветовал. И она всё же это запомнила. «Дагестан прошёл по моей судьбе», – говорит Зарима Карданова. Там она училась в государственном университете. За эти годы неоднократно видела Расула Гамзатова. «Аксакал Кавказа», – говорит о нём Зарима Нурбиевна, вспоминая его как уникального человека. Того, который через свою перо и свои стихи показал всему миру не только свой маленький народ, но и весь Дагестан и Кавказ. Именно в эти республики ценят его книгу «Мой Дагестан». Мы в тот раз привезли и очень много книг здесь раздали, подарили. На этот раз мы дали заказ и печать, так что эти книги тоже мы привезли и подарили библиотеку. Литературно-музыкальный вечер непременно запомнится всем его участникам, оставив в памяти приятные впечатления о творчестве уникальной личности. Современникам и потомкам нужны ещё долгие годы, чтобы осмыслить и оценить это бесценное наследие. Ещё одним из воспоминаний этого вечера станет дерево. Его посадили на территории национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой. Привезли дерево из Дагестана. Родины классика Расула Гамзатова. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибуков, Вести Карачаева, Черкесия. Новый информационный день продолжает своё вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите Вести на абазинском языке. Затем также программы абазинской редакции. В 14.30 Вести Карачаева, Черкесия с Аллой Динаевой. Всем удачного дня и встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин